МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан занял 21 место в мире по запасам золота. Государствами-лидерами, обладающими наибольшими запасами золота, оказались США, Германия и Италия. Что же касается Казахстана, то он владеет 244 тоннами золота. Помимо этого, Казахстан опередил Россию и Саудовскую Аравию в рейтинге репутаций стран мира. Казахстан попал в рейтинг стабильных стран и в топ-100 рейтинга FIFA, а также 75-е место в глобальном индексе миролюбия. Кроме этого, наша республика заняла 53-е место в глобальном рейтинге военной мощи и поднялась в рейтинге экономической свободы в мире. Отечественная промышленность просела на 2%. Добыча нефти и газового конденсата сократилась на 4,5%. В январе-сентябре 2016 года увеличилась добыча руд цветных металлов в 2,2 раза и плоского проката на 18,5%. Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 9 регионах республики. Тогда как давыча нефти и газового конденсата по-прежнему сокращается. В сторону увеличения пошли также выпуск продовольствия и продукции фармацевтической промышленности. Крупнейшие налогоплательщики страны Алматы от Раусской области Астана обеспечили 43% налоговых поступлений. По данным специалистов, годовой рост составил 15%. В лидерах по росту налоговой базы от Раусской области – 33%, в Западно-Казахстанской области – 29%, в Павлодарской – 20%. Единственным регионом, который не продемонстрировал рост, стала Жамбылская область. По итогам 8 месяцев текущего года объем налогов в госбюджет составил около 4 трлн тенге. Это 68% от запланированного показателя на весь текущий год. В долларовом эквиваленте объем налогов в госбюджет составил более 11 млрд тенге, всего на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Парламные сообщения планируются запустить между Дагестаном и Казахстаном. Это позволит сократить транспортные расходы. Экономическая необходимость в нем есть, и обе стороны выиграют от этого. В связи с обращением Акима Мангастауской области Казахстана на имя главы Дагестана, на сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения с Акиматом Мангастауской области. Непосредственно само подписание планируется в следующем году, потому что процедура согласования занимает много времени. В настоящее время данное соглашение находится в Москве на согласовании с федеральными ведомствами. Железнодорожников обвинили в монопольном завышении цен. Министерство национальной экономики заявило о ценовом сговоре между Казахстан-Темиржилой и двумя компаниями, производителями шпал и стрелочных переводов. Данное объединение привело к негативным последствиям для конкуренции в целом. С рынка был устранен производитель аналогичного товара, по обращению которого и началось расследование. Комиссия усмотрела в этом признак антиконкурентного соглашения и порекомендовал Департаменту Комитета по регулированию естественных монополий по Владарской области провести расследование. В ЕАЭС могут ввести режим свободного неба. В Казахстане прошли переговоры о введении данного режима. Согласно информации между Россией, Беларусью, Россией и Арменией, авиасообщение уже либерализировано. До введения новых правил полетов у российских и казахстанских компаний будет время войти в новые качества без потери своей конкурентоспособности. Введение режима открытого неба для всех перевозчиков в странах Евразийского экономического союза позволит снизить монополизацию на маршрутах, увеличить число направлений и количество авиакомпаний на них. Между тем, режим открытого неба подразумевает общую аэронавигацию, общие требования к авиакомпаниям и равные тарифы. Российские предприниматели учредят ассоциацию по продвижению российских товаров Китая. На первом этапе в ассоциацию войдут 17 компаний. Также они решили начать работу над созданием ассоциации российских производителей экологически чистых продуктов питания. Это необходимо, так как китайцы предпочитают прислушиваться к мнению группы компаний, а не к одной организации. К тому же объединение усилий компаний позволит ускорить процесс освоения китайского рынка. Сейчас проходит китайская международная выставка малых и средних предприятий. По информации организаторов, всего в выставке ожидается участие около 3000 предприятий из 31 территориально-административного образования Китая, а также из 20 зарубежных стран. Площадь экспозиции составит 110 тысяч квадратных метров. Из них 20 тысяч квадратных метров предоставлены иностранным участникам. На китайском рынке мы уже 9 лет, и он оказался для нас очень странным. Сказать, что он сложный, нельзя, но рынок Китая значительно отличается от европейского восприятия. Если мы будем пытаться выйти на китайский рынок в одиночку, мы будем этим заниматься еще 40 лет. А объединение усилий дает синергетические эффекты и в разы ускорит этот процесс. Беларусь наторговала с убытком в 140 миллионов долларов. В августе отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами увеличилось. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило чуть более 43 миллионов долларов. За август оно увеличилось на 138 миллионов. Объем внешней торговли товарами составил 31 миллиард 1 миллион долларов, в том числе экспорт не более 14 миллиардов, импорт почти 17. Помимо этого, на 3,5 миллиарда долларов сократилась валютная выручка. По мнению экономистов, снижение экспорта и валютной выручки Беларуси обусловлено главным образом. Двумя причинами. Первое уменьшение цен на мировом рынке на экспортируемые Беларусью нефтепродукты и сокращение спроса на колейные удобрения. Другая причина. Сокращение валютной выручки имеет в глубинные корни и связано с падением конкурентноспособности белорусских предприятий. В Киргизии подешевели продукты. В республике зафиксирована дефляция. Цены снижаются в среднем на 2,5%. Это обусловлено в первую очередь снижением цен на продукты питания безалкогольной напитки. С начала года они подешевели на 8%. Сильнее всего в республике подешевели яйца и молоко примерно на 12%. Мука и рис упали в цене на 10%. Мясо примерно на 7%. Овощи и фрукты остались на прошлогоднем уровне. Кроме помидоров, они подорожали почти в два раза. А вот любителям алкоголя и табака не повезло. Цены на них выросли в среднем на 6%. Китайский рынок почтовых услуг стал самым быстро растущим в мире. А в рамках китайской экономики почтовые операции наиболее динамично развивающиеся отрасль сферы услуг. За последние 10 лет объем операций в данной отрасли увеличился почти в 7,5 раз. Доходы от них в 10,5. Кроме того, Китай вышел на первое место в мире по масштабам рынка экспресс-доставки. Выручка государственного почтового оператора Почта Китая в 2015 году составила около 65 миллиардов долларов, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом. А чистая прибыль выросла на 12,5%. По величине выручки Почта Китая занимает второе место в мире среди аналогичных предприятий по прибыли уже первое-второй год подряд. Эквадор рассчитывает, что объем товара оборота с Россией по итогам текущего года достигнет полутора миллиардов долларов. Россия с 2014 года является шестым импортером наших товаров. Эквадор – главный поставщик бананов цветов на российский рынок. В связи с этим мы надеемся, что по итогам текущего года объем товара оборот между нашими странами достигнет полутора миллиардов долларов, говорит министр иностранных дел страны. Главная задача – это поиск более коротких торговых путей между Эквадором и Россией для поставки большего числа товаров. Мы ищем поддержки Российской Федерации в вопросе ухода от сырьевой экономики, добавил глава МИД Южноамериканской Республики. В рамках четвертого заседания Российской Эквадорусской Межправительственной Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству организованы круглые столы по четырем направлениям. Торговля, сельское хозяйство, стратегические отрасли, человеческие ресурсы. Делегацию России возглавляет руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Всемирная организация здравоохранения поддержала налог на сладкие напитки. Обложение налогом сладких напитков может снизить их потребление и привести к сокращению ожирения сахарного диабета второго типа и кариеса, сообщается в докладе ВОЗ. Повышение розничных цен на сладкие напитки не менее чем на 20% приведет к пропорциональному уменьшению потребления таких продуктов. Такие страны, как Мексика и Венгрия, уже ввели дополнительный налог на сладкие продукты напитки. В 2017 году аналогичные меры планируют ввести ЮАР, первые среди государств Африки. Введение акциза на напитки с добавлением сахара или других послащивающих вкус ароматических веществ обсуждается в России. В докладе говорится, что к сахарному налогу и другим финансовым мерам следует прибегать в том случае, если у продуктов и напитков с повышенным содержанием сахара есть более здоровые альтернативы. Ирландия заработала 206 миллионов долларов на сериале «Игра престолов». Как выяснилось, съемки «Игры престолов» обогащают не только команду телесериала и владельца франшизы, но и всю Северную Ирландию. Впечатляющая сумма в 206 миллионов долларов составляется из нескольких источников. Плату за разрешение проводить съемки в определенных локациях, аренду отдельных сооружений, деньги, оставленные потоком туристов, которые приезжают посмотреть на прототипы мест действий своего любимого сериала и так далее. Более того, «Игра престолов» помогла не только государственной казне Ирландии, но и многим конкретным жителям. Благодаря съемке сериала полностью занятыми оказались 2800 человек, которые получили ту или иную работу. Все эти подсчеты проводились за последние шесть лет, а впереди тем временем еще два года создания сериала. Согласно прогнозу, за это время «Игра престолов» обогатит ирландскую экономику еще на 25 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова